Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Это мой основной канал. И сегодняшняя тема, которую обсудим. Зеленский предатель или не предатель Украины и украинского народа, украинской нации? Разные существуют точки зрения на этот счет. С одной стороны, вроде как два года его президентства и активных военных действий на востоке Украины нет. А следовательно, гибнут граждане Украины минимально, хотя все равно продолжается гибель. Московицкий и кремлевский агрессор действуют, он никуда не делся. Под видом так называемых этих террористов, которых называют всякими там республиками. Понятно, что это бандитские образования, оккупированная территория, регулярными войсками московитов. Но так сложилось. С другой стороны, все действия Зеленского в экономике провалены. Прямо скажем, почему. Есть конкретный показатель. Это рост валового государственного долга. Внутреннего и внешнего гарантированного. Он, по сути, вот август месяц, 2021 год, он уже превысил 92 миллиарда долларов. Это, конечно, очень много. А если учесть, что валовый внутренний продукт Украины падает, реально падает все-таки. Это объективная реальность. И в 2021 году реально не превысит 120 миллиардов долларов. Может, даже будет и меньше. Называются вообще цифры очень нехорошие. Где-то 110 миллиардов долларов. То есть идет неуклонная долг растет, а ВВП падает. Где-то может так произойти, что как раз в следующем 2022 году, это третий год, уже будет завершаться правление Зеленского. Эти две цифры соединятся. Естественно, что долг этот очень тяжело обслуживать. В среднем его обслуживают под 10-12% годовых. И это практически означает, что Зеленский и его группа, слуги народа, а их большинство на сегодняшний день в Верховном Совете, они, конечно, экономически Украину не выводят, ну, украинский народ в нормальное, реальное, позитивное состояние, как государство. То есть, по сути, государство сейчас при кабинете министра Шмигаля, а я считаю, что это антиконституционное правительство вместе с этим Шмигалем, оно не получило одобрения своей программы. Несколько раз они выносили. Они живут только за счет заимствований. В основном внутренних, но и внешних УВДП, мы знаем, они их размещают под 6-7% годовых. Ведутся переговоры снова с Международным валютным фондом про новые порции кредитов. МВФ – это очень тяжелое бремя, и, как известно, Зеленский буквально уже в августе разговаривал с руководительницей этого МВФ, которая заменила Лагард Болгариема. Так вот, пообещала она помощь к Дню Независимости, должен прийти транш 2,7 миллиарда долларов. Но ситуацию такие суммы не исправят, потому что, например, в августе-сентябре этого года, 21-го, необходимо правительству Шмигаля погасить порядка 5 миллиардов долларов. А до конца этого года, 21-го, вообще огромная сумма, около 10 миллиардов долларов надо погасить. Естественно, взять их реально неоткуда. Бюджет пустой, хоть они там рапортуют, что они его перевыполняют в доходную часть, но при этом они же не выполняют расходную часть. А доходную они выполняют только за счет заимствований, благодаря заимствованиям, благодаря которым они обслуживают долг и гасят его основное тело. То есть, фактически, это строительство Шмигаля и его группа, и руководство Назбанка, они, по сути, строят вот эту пирамиду финансовую. Все выше, выше и выше, и берут деньги все под большие проценты. Так долго продолжаться не может. Поэтому, вот если рассматривать деятельность именно Зеленского с точки зрения его группы, его корпорации, его политической силы, если это условно можно так называть, слуг народа, финансо-экономической сфере, политэкономической, то, конечно, это фактически крах всей экономической модели Украины, ее народно-хозяйственного комплекса. Но есть еще одна интересная особенность и черта. Это накопление огромных денег сейчас в коммерческих банках Украины, но большинство из них государственные, как известно. Это больше на депозитах, называется цифра сегодня, это больше одного триллиона долларов. То есть это очень большая сумма. То есть деньги людям некуда девать в связи с этими локдаунами, пандемиями и прочее. Очень сократилось потребление, особенно длительных товаров, длительного пользования. Люди живут просто одним днем, и поэтому они держат деньги в банках. И есть еще одна тенденция, это то, что разрешили продавать землю, поэтому, видимо, накапливаются деньги, и уже много очень, уже тысячи сделок совершены в Раде и в Полтаве, и в Кировоградской области, и в Черкасской области, и в Харьковской. И, естественно, а поскольку покупать надо так или иначе легальными деньгами, то, понятное дело, вот эти банковские операции по покупке земли, они проходят через счета. Но, с другой стороны, то есть мы имеем фактически банкротство финансов державы, как главного государства, как главный экономический субъект. С другой стороны, мы имеем достаточно большие ресурсы, накопленные физическими субъектами и юридическими субъектами. То есть непосредственно людьми и юридическими структурами. Это, конечно, противоречие, оно как бы, и оно очень опасно в своей стратегии развития, потому что, если что-то случится с государством, вдруг оно объявляет дефолт, тогда фактически крах банковской системы, она и так еле дышит в Украине, она очень монополизирована, по сути, у нас государственная система банковская. Естественно, тогда люди потеряют доступ к своим деньгам. Надо также отметить, что очень много в этой сумме 1 триллион долларов именно валютных накоплений, поскольку деньги от тех, кто работает за границей, они идут в Украину, объемы даже немножко увеличились. Плюс люди покупают валюту, свободно конвертируемую валюту. И, естественно, единственным считается местом, где можно хоть что-то получить, это счета, это депозиты в банках. Поэтому люди держат там многие деньги. Таким образом мы видим очень неудачную монетарную политику, которую проводит Национальный Банк Украины, и экономическую политику, которую проводит правительство, ну и, соответственно, президент Зеленский. Чем это может закончиться? Это может плохо очень закончиться, фактически дефолтом. Это может привести к дефолту страны. Причем не техническому, а реальному дефолту. Вот если сейчас МВФ денег не даст, хотя обещана определенная сумма, то может быть дефолт. Хотя, с другой стороны, в преддверии повеестки в Соединенные Штаты Америки, скорее всего, руководство МВФ выделит эти 2,7 миллиарда долларов или 2,8 в виде очередного транша, потому что там очень много денег надо заплатить Международному валютному фонду как таковому. Поэтому это своеобразное такое будет как бы рефинансирование. МВФ сам себя профинансирует. Плюс какие-то деньги придут, там эмиссия сделана из ДРов. Таким образом, можно говорить, что, может быть, Зеленский и данное правительство совершенно неудачное, конечно, может как-то справиться. Ну, август они точно, я думаю, справятся. А вот сентябрь, там надо 4 миллиарда гасить. Вот это очень будет для них сложная история. Ну, они должны что-то придумать. Они в этом плане очень большие мастера и очень умеют отвлекать население от реальных проблем. Но, с другой стороны, если будет девальвация гривни, а инфляция усиливается, это реально видно подорожание продуктов, то есть потребительная инфляция налицо. Она где-то в 2021 году составит, ну, минимум где-то будет 15%. Это минимум, это огромная инфляция, конечно. Она связана и с девальвацией доллара, и евро, и других свободно конвертируемых валют. Ну, так или иначе, она имеет место быть в Украине. Особенно на продовольственные товары, потому что цены на них растут, поскольку растут затраты на энергоносители, нефть опять поднялась, бренд до 70%. А тут еще новая бомба. Год будет к осени, зимой может разорваться 100%. Это на биржах, на спотовых биржах Европы, на Азии. Азия тут пальму первенства держит. Растет цена на 1000 кубов газа на спотовом рынке. Вот уже она подбирается, еще август, первая декада не закончилась. 540-550 долларов за 1000 кубов кубических метров газа. Это огромная цена, конечно, просто безумная цена. Она взорвет всю ценовую матрицу Украины. Это поднятие цен на коммуналку, на воду, на тепло, на перевозки. Это на все поднятие цен. Она потянет, это составляющая есть в любой ценовой матрице любого товара. Об этом пока никто не думает, потому что все-таки лето еще, август, сентябрь есть другие проблемы. Встречу надо с Байденом готовить, там пандемия, там прививки, там еще. То есть много-много всяких вопросов текущих, которые постоянно надо решать. А вот этот слон там или бегемоты, которые стоят там за сценой, их почему-то никто в расчет не принимает. Потому что, в принципе, те люди, которые сегодня при власти, это театральная тусовка, театральная богема, они вообще в экономике, как говорится, полные болваны. А политэкономия – это для них вообще зашифрованная какая-то грамота. Поэтому испытания для Зеленского впереди, тяжелейшие. И тут возникают вопросы. Вот вдруг Лерас опять, он всегда, так как говорится, что-то умеет подкидывать. Он обнародовал буквально там несколько дней назад информацию о том, августовская информация, что будет сдавать в Америке национальную независимость Украины Зеленский, принимать формулу Штанмайера. Соответственно, подавать воду в Крым и прочее, прочее делать, проводить выборы вот в этом оккупированной части Донбасса. Ну, со всеми вытекающими последствиями. То есть, если он, конечно, попробует это сделать, плюс признать Северный поток-2 и идти на сепаратные переговоры с Путиным, ну, а тогда надо выпускать, естественно, Медведчука, то есть, он якобы, он и Ермак готовы сдать Украину Байдену, Меркель, а, соответственно, те отдают ее на блюдечке золотой, голубом блюдечке золотой, каемочкой Путину. Правда это или неправда, мы не знаем, но происходят определенные события. Идет зачистка национального крыла, активного такого боевого крыла, им пришиваются криминальные дела, что особенно начали это с Харьковской области уничтожения националистов под видом того, что они там занимаются вымогательством, что там трупы какие-то вывозят и так далее, что их давно пасли, видео. Можно подумать, другие этим не занимаются. Вообще вся система экономики Украины, по-моему, построена на рэкете. И это известно. И этот рэкет прикрывается соответствующими охранными системами государства. Это тоже известно. Наркотиками он займитесь. Все стены описаны в Закарпатье, в других, во Львове. Все синтетические наркотиками. Откуда они идут? Главный производитель Китай. А Зеленский говорит, что Китай это самый коммунистический, триадный Китай, это главный стратегический друг, партнер Украины. Поэтому тогда что? Зеленский покрывает фактически сюда захват Украины китайскими синтетическими наркотиками и уничтожение украинской молодежи, украинской нации, будущего ее, через вот это употребление этих наркотиков. А кто этим тогда, кто малины держит, кто торговую сеть прикрывает? Это значит, что МВД, а СБУ деньги берет или прокуратура берет, а потом передают куда? Зеленскому, как это при других президентах было, или Ермаку носят эти баулы. То есть надо же как-то адекватно реальность отражать. Займитесь наркотиками, займитесь торговлей органом, торговлей детьми. Вот этим позанимайтесь. Есть чем заниматься, а не то, что там вдруг в Харьковской области какое-то там вымогательство, кто-то, что-то там они засняли и так далее. Это все дешевка. Это все дешевка, это копейки. Вы миллиардными делами начните заниматься. Вот чем займитесь. А миллиарды тырят, как и тырили, пилят и пилят этот бюджет. Он же не зря пустой. Шмигалем займитесь, Ахметовым займитесь. Для начала. А не националистами украинскими. Боцман они этого называют. Боцман, там еще у него какие-то клички. Такой просто монстр там прямо. Какой-то волшебник, который там всем руководит в Украине. К Шеремету убийству причастен. И теперь к Шилову причастен. Еще к Харькову причастен. Ну просто везде наш пострел, везде поспел. Ну везде один боцман, боцман там или еще как-то его зовут. Но это... На кого это рассчитано? Это дешевка. Это обыкновенная дешевка, которая демонстрируется, чтобы народ просто лапшу ему на уши вешать и все. А вы покажите, какой оборот наркотиков в Украине. Вы покажите, сколько в сутки потребляется тонн наркотиков. Откуда они поступают. Сколько они грамм стоят разных. Вот это покажите. Сколько убийств в Украине. Сколько нераскрытых преступлений. Сколько изнасилований. Сколько извращенцев. Вот это покажите. А то, что вы говорите, вот эти глупости показываете, так это просто называется театральная постановка. Мыльной оперы по имени 95-го Зеленского образования. Я думаю, что очень много покажет, конечно, эта встреча с Байденом. По-любому придется Зеленскому. Ну то есть скрыть не удастся результаты. Сейчас вот была встреча с Блинкиным. Там по подготовке этого визита ездил министр иностранных дел. И этот Ермак там руку ему Блинкин жал. И встреча была. Но это ж ни о чем. Это пока ни о чем. Но руку пожали там. Ну и что дальше? А о чем говорили? Какая повестка дня? Про что договорились? Там министр иностранных дел будет готовить визит первой там леди. Какой леди? Мендель там леди или какая леди? Назовите кто. Или жена Зеленского леди. А когда она леди стала? Это настолько все противно. И настолько обществу это подсовывается. У Кучмы леди была. У Ющенко леди была. У Януковича вообще супер была леди. Апельсины, я говорила, наколотые были. Поэтому вот эту дешевку не надо показывать. То, чем она там будет заниматься. Ну пусть занимается. При чем тут она? Если это официальный визит, то вы покажите, какие будут результаты. Зачем он едет за наши деньги со своей женой туда? Вот что объясните. Это же деньги наши. Мы налогоплательщики. Вот сейчас Гетманцев сказал этот, или как там его, который там в Верховном Совете, что надо будет отслеживать людей по их расходам. Так возьми Зеленского Ермака отследи. Он его, этот Мерседес, отследи. Где его были доходы, когда он его купил. Сколько машин он купил. Медведчука отследите возьмите. Еще там кого-то отследите. Коломойского отследите. Яценюка возьмите и отследите. Если вам так уж надо. То есть мы видим, что запутывает. То есть Зеленский и Ермак, это вся их бригада, Ткаченко, то есть Тимошенко там у них. Они запутывают. Запутывают следы. Все время ставят параллельно разные эти серии этой оперы. То драму в серию поставят. То фарс, то комедию. То трагедию сделают. Вот как Шилова убили. Теперь Шишова, да, Шишова этого парня с Беларуси. Теперь говорят, что он якобы там в финансовых операциях был замешан. А так фамилии назовите. Кому он это организовывал. С кого деньги брал. Первый раз, второй раз. Недовольных покажите. То есть, ну, как бы надо это так... Человека убили. Человека повесили. Человека мучили. Так тогда найдите, скажите, кто его убил. Кто его мучил. За что мучили. Нет, это было из-за того, что он деньги какие-то не поделили. Вот все сейчас такой гадостью пронизано. Все блевотиной пронизано. Все пронизано вот этими разговорами, что там воруют, там пилят, там тырят. Ну, так тогда, если вы там этого накличка столько материала имеете, так покажите. Сделайте открытое расследование. Или на Медведчука сделайте расследование. Или там еще Шуфрич такой есть. Или Дима там бачник. Или Саша Волков. Покажите их. Чего же вы их не показываете? Значит, врете все. Значит, все вы там связаны. Значит, просто у вас змейный клубок. И вы просто контролируете те или иные, там теперь появились телеграм-каналы. И друг дружке там сливаете всякую информацию. Непотребную. Поэтому понятно, что если будет принята так называемая формула штанма и дана-ка вода в Крым, то это будет означать, что Зеленский ренегат, предатель национальных интересов. И просто он должен быть внезаконно. Пятая статья Конституции. Это предательство национальных интересов Украины. Это он тогда путчист, он захватчик, он захватил власть. И народ имеет право на восстание. Он должен его смести. Вместе по модели, как устранен был Каддафи, Чаушеска, Хусейн и прочие всякие мерзкие поганные диктаторы. Вот такой вариант. Если это не соответствует действительности, а запущен второй, и опять Лерас тут проявил инициативу, он такой как бы везде все знает. Ему кто-то передает информацию, что якобы готовится парламентская республика, и будет премьер-министр. И Зеленский сам будет этот процесс возглавлять, чтобы стать премьер-министром большинства в парламенте. А президент будет, или вообще не будет, как они говорят, или будет там избираться в парламенте. Но тогда нужен двухпалатный парламент. Тогда надо, может, для этого и создана вот эта так называемая организация регионов под руководством Ермакан. Чтобы подготовить структуру верхней палаты, земельной палаты. Естественно, наш опыт Германии в данном случае Авции очень хорошо изучался. Поэтому, в принципе, можно этим путем идти. Вновь была описана эта модель. В моей монографии «Базовый народный капитализм» эта модель описана. Где-то там, если не ошибаюсь, 16 земель должно быть в Украине. То есть, в принципе, ничего тут такого страшного нет. Перейти к этой модели, и тогда будет избираться президент в парламенте двумя этими палатами. Можно задействовать и в виде выборщиков мэров, там, городов, например. Те, которые города свыше 100 тысяч населения. То есть, это не вопрос. Это не вопрос. Польская модель, кстати, очень хорошая в этом плане. Двухпалатный парламент. Ну, президента они народом избирают. А можно, как в Венгрии или Италии, избирать парламентом. Поэтому это во всем в Европе функционирует и прекрасно функционирует данная модель. Там один какой-то комментатор какой-то описывает, что это очень сложно. Ничего сложного нет. Есть так называемая революционная необходимость. Хаос, он не предусматривает каких-то сложных систем и длительного юридического крючкотворства. А есть так называемая революционная целесообразность. Целесообразность хаоса. Целесообразность времени. И это все можно делать. Потому что это объективно сегодня на... Это объективная жизненная необходимость менять модель развития. Опять проявился там один из этих молодой порослей, заявивший, что там Украина может типа распасться. Сразу московские все там эти кликуши это подхватили, его высказывание. Что там Румыния кусок заберет, Польша, Венгрия. Ну, бред полный. Потому что уже это понятно. Возьмите учебник геополитики Дугина. Он об этом писал еще в 90-е годы. И я давал полную критику этого маразма. Естественно, что сегодня это вообще невозможно. При той ситуации, когда страна уже столько лет ведет войну с Кремлем, с Москвой, с Путиным. Когда столько людей, тысяч погибло, стало инвалидами. Когда уже, наверное, уже миллион ветеранов, так или иначе прошедших через войну волонтеров и так далее. Естественно, что это бред. Это абсолютный бред. Сразу видно, что это заказуха. Что так может говорить только агент Кремля Москвы. Иначе даже и видно совсем уже плохо в Москве. Потому что на самом деле Российская Федерация стоит перед угрозой распада. И понятно, как только Путин заканчивается, заканчивается ее функционирование. Потому что региональные элиты уже не могут терпеть этот диктат кагибистской метрополии в виде Москвы. Она им всем надоела. Они хотят, те элиты, сами делить прибавочную стоимость, которую они создают. Тот же Санкт-Петербург, та же Татария, та же Бурятия, та же Якутия, та же Башкирстан и прочее. Они вполне могут обходиться уже сегодня без Москвы. И их элиты к этому готовы. Поэтому, кому надо думать о распаде, так это прежде всего, конечно, Москови и Кремлю. Тем, кто будет после Путина. Там они стали говорить, что у них может появиться. Есть кандидат на Красного Дракона, внук Зюганова и так далее. Ну, Вайнаш еще есть, слава Богу. Есть этот, его Шойгу поддерживает. И там же есть еще этот Сергей, который там тоже был премьер-министром. То есть, Рогозин есть. Там много людей таких есть со всякими знаниями. Поэтому, понятное дело, что там такая война начнется. Что это будет... Вся Евразия и мир будут труситься. И это может быть очень скоро. Потому что все-таки напряжение на этом пространстве геополитическом, оно усиливается. Ну, и потом это просто дико говорит, что что-то там Румыния получит. Буковину учить. Это черновцы пойдут в Румынию. Или Ужгород пойдет в Венгрию. Это надо вообще же на всю голову ударенным быть. Или Львов пойдет в Польшу. Но это надо расценивать только, что это может только агент КГБ такие заявления делать. Да, раньше, может, там это было бы, когда Дугин писал свой учебник. Не было Украина структурирована. Тем более во времена Януковича, когда банда московских агентов во главе стояла. Там Пахло, Азаров и так далее, который убежал. Янукович завербованный. А сегодня это уже просто, конечно, полная утопия. Это басни. Это несуразица, я бы так сказал. Но испытания будут, конечно, будут. И для Зеленского, и для народа. Очень тяжелая грядет осень, а потом будет зима. Потому что газом только наполовину заполнены хранилища. То есть еще надо хотя бы 8 миллиардов кубов туда закачать. Сможет Ветренко, не сможет. Это же еще тоже вопрос. А к нефтегазу? Поэтому, ну и опять-таки, конечно, никакой формулы Штедмайера не будет. Уже Меркель не будет. 30 августа уже социсследования, даже августовские конца июля, они показывают, что разрыв между ХДС, ХСС и зелеными, он очень маленький. Где-то 5-6 процентов между этими зеленые уверенно идут вторыми. Там они до 22 процентов разными им показывают соцслужбы. Ну, 18, 19, 21, 20, 22 процента. А у ХДС, ХСС 26, 27. Поэтому разрыв чрезвычайно небольшой. Это, во-первых, он будет уменьшаться, потому что ситуация после этих катастрофических наводнений и провальной политики того же Лошета, этого наследника Меркеля, вообще партии, там же вскрываются очень серьезные вещи по поводу использования денег, которые должны были быть потрачены на защиту этих наводнений и так далее в городах, регионах, где эти деньги делись, говорят, там, типа на этих были эмигрантов потрачены, ну, никто ж не беженцев, ну, никто ж толком не знает, куда там они, ну, это ж немцы тщательные люди, они сейчас будут разбираться. Они ж цифру не называют еще до сих пор, сколько людей погибло, там, полторы тысячи погибло или сколько. Поэтому в Германии очень сложная ситуация, плюс этот взрыв цистерны на Байере, там, в технологическом парке, опять-таки, в земле северной районе, в Асфалии. Ну, еще что-то же может быть, еще могут какие-то события случиться. Третьи там идут 15-17 процентов, там им дают это социал-демократы, но я думаю, там это тоже еще вопрос, сколько за них проголосуют, потому что партия на ходу теряет, как говорится, свой вес. Дальше идут свободные демократы, они очень близки к третьему месту. И дальше идет альтернатива Германии, это как бы такая достаточно нацистская партия и левая партия. Но вот если сложить рейтинги и голоса, которые отдаются за зеленых, за свободных демократов и за вот эту левую партию, то они вполне могут создать большинство коалиций в Бундестаге, в Нижней Палате. Тогда практически поменяется коалиция. И это возможно, этого исключать нельзя. Поэтому, естественно, Зеленский будет играть разные роли, оттягивать это все, тянуть. Потому что прекрасно понимает, что Меркель не будет. А даже если станет лошад свободными демократами или кто у него будет в коалиции, так это будет большой вопрос. А если зеленые, так тогда вообще не откажутся от Северного потока-2 и так далее. То есть, фактически, вот эта внешняя геоэкономическая, геополитическая составляющая, германская, значит, ЕСовская, она может поменяться кардинально в любой момент. Поэтому, конечно, Зеленский может обещать. Но что будет на самом деле, мы не знаем. Ну и опять-таки неизвестно, что же будет в России. Там тоже могут произойти в Российской Федерации, в Москве. Там неизвестно, какие события могут осенью, зимой произойти. То есть, там тоже уже будут эти выборы в первой половине сентября. И чем это закончится, и какие будут последствия, это тоже ж никто не знает. Поэтому очень много есть неизвестных. Плюс надо ж помнить, что Зеленский – это ж еще и наше секретное оружие. Он, мы как только его, как бы он куда-то, как народный представитель наш, посол едет, то или встречает кого-то, как Натаньяху, или в Оман поехал, или к Меркель поехал, или еще к Францию посетил, или Эрдогана, то там сразу какие-то катаклизмы случаются, или смерти этих вождей и так далее. Поэтому, что станет с Байденом, и как он переживет эту встречу с Зеленским, это же тоже еще большой вопрос, что там в США случится после визита Зеленского. Поэтому Путин же не зря боится с ним встречаться. Это же не просто так. Он понимает, что может не выдержать этой встречи, потому что Зеленский – это какой-то как роковой, как черная вдова, такое понятие есть. Здесь для мужчин есть такие женщины, которые являются для них фактически гробокопателями, гробовщиками. Вот поэтому Зеленский для многих тоже так. Кого он посещает или с кем встречается, определенный такой черный вдовец, или как его назвать. Поэтому и об этом надо помнить. Посмотрим, чем эта вся встреча, если еще и она будет, эта встреча, если все-таки американцы поймут, что они могут защитить Байдена, и с ним ничего не случится после этой встречи, или не произойдет какой-то страшный катаклизм на территории США, или Вашингтона, или Нью-Йорка. Ну, будем смотреть. Это же еще время есть до этого. Для этого же мы и выстраиваем разные сценарные планы, прогнозы. Как там некоторые говорят, что там Соскин такое говорит. Ну, говорю то, что думаю, то, что анализирую, то, что могу вам, имея более почти 40 лет стажа и наблюдений, и опыта, и контактов со многими людьми, и имея определенный статус и должности, которые я имел, могу вам, вот, исходя из своего опыта, это все прогнозировать и рассказывать. Но сбудется, не сбудется, я же, как бы, не Ванга. Поэтому вам не могу утверждать, там, ни Глоба, ни Ванга, ни еще кто-то. Но вместе с тем описывать в рамках стратегической модели управления определенные сценарии, естественно, берем самые такие тяжелые, плохие. Потому что хорошее, оно и так сбудется. А вот, вернее, если ему способствовать. Хорошее, оно всегда хорошее. А вот если это плохое, то его надо отрезать. Потому что оно, прежде всего, имеет, скажем, большую вариантность сбыться, чем хорошее. Если вы плохой сценарий отрезаете, то, естественно, вы усиливаете шансы на хороший сценарий. Поэтому я, как бы, вам, вот, и рассказываю более сложные, более пессимистические, негативные сценарии. Потому что есть такая народная мудрость. Упрежден, спасен. Ну, вот, таким способом можем говорить на сегодняшний день о том, что происходит. И говорить можем, что август это, ну, во-первых, он еще не вошел в свою линию. Еще будут серьезнейшие события в Беларуси. Там может произойти разрыв цепи домино. Потому что Лукашенко уже в стадии психического невменяемого состояния находится. И там может просто начаться война за Сувалковский коридор. С помощью этих групп бандитов вот эта гибридная клеточная война может начаться. Но, в принципе, это может произойти. И для Путина это очень выигрышный вариант. Таким образом. Сейчас же никто из больших стран напрямую не воюет. Сейчас используется вот эта технология так называемых смат-воин. Смат-вор. То есть это мягкая война, когда продвигаются определенные группы. Они финансируются, выбираются вот эти точки бифуркации. Туда наносятся удары. Надо сказать, что очень хороший удар по Литве нанесен. Можно по Эстонии такой же удар нанести. Может Россия без проблем. По Латвии может Беларусь сейчас нанести такой удар. Чтобы дестабилизировать эти две страны. И мы видим, что Европейский Союз не в состоянии вмешаться в этот процесс. Потому что и у Макрона очень сложная ситуация. Тем более, что у него в следующем году выборы. И у него плохие позиции. И очень... Ну, а Меркель уже вообще нет. То есть Европейский Союз обезглавен. Ну, не Бельгия же там будет руководить процессом. Или кто? Голландия. Или это Италия банкрот. Или Испания. То есть там некому. Некому. Или европейская бюрократия. Но она тоже не способна к каким-то решениям. Вот я бы так охарактеризовал события. Поэтому будем смотреть. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте смотреть Соский Ньюс. И там подписывайтесь на него. Там хорошие. Сейчас я выставил материалы. И, естественно, делайте донаты. Как раз получил я несколько донатов. Небольших. Спасибо вам большое. Те, кто это сделали. И нас должно быть больше. Будем смотреть новые сериалы, новые серии, которые Зеленский, Ермак, Тимошенко, братья Шефиры и другие подготовили для украинцев. И не только для них, а и других жителей постсоветского пространства, посткоммунистических стран. Да и для всего мира. В общем-то, ждать осталось недолго. Тем более, у них есть хорошие спарринг-партнеры. Это и Путин, и Байден, и Макрон, и Эрдоган. То есть, их очень много. Поэтому, до новых встреч. До новых встреч. И всего вам доброго. Будем надеяться на лучшее. Но готовиться надо всегда к худшему. С вами был Олег Соскин. Всего хорошего. С вами был Олег Соскин.